Добро пожаловать на канал Цвет Настроения! После того, как 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации, от отправки на службу не застрахованы ни звезды шоу-бизнеса, ни артисты, ни спортсмены. Так буквально на днях стало известно о призыве на службу известных фигуристов Дмитрия Алиева и Макара Игнатова. Оба российских фигуриста, участвующие в международных соревнованиях в составе российской национальной команды, получили повестки военкомат в рамках мобилизации. По сообщениям СМИ, фигуристы ранее не служили в армии. Правда, в настоящее время Федерация фигурного катания России запросила для спортсменов отстрочку от призыва. А совсем недавно и экс-ведущая Первого канала Ольга Кокорекина пожаловалась на поведение сотрудникам военкомата. Кокорекина рассказала, что ее 49-летнему мужу Ивану Максимову, главному тренеру молодежной сборной по хоккею с мячом, прислали повестку из военкомата. В свое время службу Максимов проходил в спорту роте рядовым. Сначала Ольга обнаружила в почтовом ящике повестку. Затем, в тот же день, к ним домой пришли трое людей. Стали громко стучать в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. От всех этих потрясений у матери мужа случился инсульт. К слову, мужа не было дома. Все это время он находился на соревнованиях в Красноярске. После чего Кокорекина пожаловалась на действия сотрудника военкомата российской журналистки Маргарите Симоньян, которая была очень удивлена тому, как нецивилизованно ведут себя сотрудники военкомата. Позже Маргарита написала, что с ситуацией с Максимовым разобрались и отпустили его домой. А в заключении хочется выразить только надежду, что военкоматы будут оперативно разбираться с ошибочно выписанными повестками не только известным людям, но и рядовым гражданам. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. И до новых встреч!